Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию, клевету. И я считаю, что они не имели места в моем штабе предвыборной кампании. Russia Today и Sputnik не вели себя как пресса и как журналисты, они вели себя как органы влияния, органы пропаганды и лживой пропаганды, ни больше, ни меньше. Есть у вас, Маргарита, объяснение вот такому выпаду Макрона, когда рядом стоит президент Путин? Если вы позволите, я вот скажу, что я хочу сказать, и пойду здесь очень-очень кричат. Я точно не смогу никого перекрикивать, если можно мне просто сказать, что я имею сказать по этому поводу. Значит, Макрон в течение всей своей предвыборной кампании использовал вот эту очень модную сейчас тему про русских пропагандистов и про русских хакеров в качестве своей предвыборной платформы. Это сейчас модная тенденция в мировой политике. Уже на Мальте заявляют о том, что Россия собирается вмешаться в мальтийские выборы, и поэтому надо то-то и то-то. Друзья, ну давайте я тут просто помолчу, я правда не могу перекрикивать никого. Не обращать внимания продолжается. Ну это очень сложно, не обращать внимания. Значит, Макрон использовал эту фишку в своей предвыборной борьбе. То, что говорит Макрон о клевете, о лжи, это и есть клевета и ложь. И мы это докажем в суде. Мы не можем судиться с президентом Франции, да, наши юристы уже этим занимаются. Мы не можем судиться с президентом Франции, мы можем судиться с его штабом, который распространял эти сведения. Как это работает на практике? Если что-то им не нравится, они называют это клеветой, они называют журналистов не журналистами, и значит этого уже не существует. Например, Марина Липен во время дебатов намекнула, что у Макрона есть офшорные счета. Значит, мы об этом не писали ни слова, ни Раштудэй, ни Спутник, потому что информация непроверенная, мы этого не знаем, мы об этом ни слова не писали. На следующий день они дают интервью, сначала штаб Макрона, потом сам Макрон, где говорят, что эту информацию распространили сайты, близкие к Раштудэй и Спутник. Во-первых, сайтов близких к Раштудэй и Спутник не существует. Главное, чтобы звучало просто ваше название. Ну, конечно, и таким образом эта информация, даже если она действительно правда, ее как бы уже не существует. Но походя, они оклеветали нас, потому что мы эту информацию не распространяли, мы даже не цитировали Марин Липен, хотя имели на это полное моральное право, мы СМИ, мы можем донести, что говорит другой кандидат в президенты, даже если она не права, но мы этого не делали. Они таким образом, клевеща и распространяя ложь, выиграли выборы. Да, ну вот смотрите, какой момент получается. Выборы-то уже выиграны, да? Это не последний, Оль, выбор. Я понимаю, да, но сейчас зачем продолжать педалировать вот эту тему? У тебя стоит рядом президент Путин, зачем вот сейчас эти оскорбления? Он же, во-первых, он не может рядом, он не может сразу отказаться от своей главной предвыборной платформы. Его главная предвыборная платформа была Россия ужасная, страшная страна, они распространяют ложь и пропаганду, они взломали всех, я буду с этим бороться. И что он делает? Он первым приглашает Путина к себе в гости. То есть он сам... Сейчас, сейчас. Значит, Луиза, я подам на вас суд за эти слова. Как вам не стыдно? Пожалуйста, подавайте суд. Вы кто вообще? Вы общественный деятель, я про вас не нашла ничего в интернете. Луиза, в чем ложь-то какая? Ложь в том, что действительно обливался лично президент, будущий президент Макрон, его супруга, его семья. Грязи было столько, сколько позволило ему абсолютно обоснованно. И он, Луиза, второе, он, Луиза, немедленно прекратите. Вы хотите сказать, что российские смеи с грязью убивают? Андрей, приведите мне один пример лжи, на раз, что дай, один пример конкретный, кроме ваших лжив, отвратительных слов. Президент Республики Франции, он не привел ни одного, этот вопрос, он не привел, Луиза, секундочку, конкретный вопрос, вот смотрите, приведите мне, Оль, да, 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 пожалуйста, я собственно это хотела спросить. Один пример, он не привел ни одного, один пример, вы лживая женщина.